Я хочу, чтобы твое лето прошло просто опупенно, поэтому будем очень рады, если ты поставишь лайк и подпишешься на нас. Мы никогда не позволим тебе приуныть. Каждое лето такое. Эх, как я обожаю лето. На улице так хорошо хочется погулять. Но перед этим нужно сыграть пару матчей. Так. Очкастый, ты ведь так сильно ждал лето. А уже целый месяц прошел, и ты до сих пор на улицу не уходил. Посмотри, какая шикарная погода. Да-да, я матч-то играю и сразу пойду. Посмотри. Ой, Коля-Коля. Фух, ну и тяжелый матч выдался. Ну что, теперь пора идти на улицу. Эх, не понял. Что-то я немного завелся. Ладно, поздно уже куда-то идти. Сыграю еще один матч. Каждое лето такое. Андрей, я хочу круто отдохнуть этим летом. Поехали на море. Хоть, зачем тебе это море? У нас есть классная дача. Там природа, озеро, куча разных развлечений. Хм, а ты прав. Поехали на дачу. Ха-ха, погнали. Ну что, идем на озеро. Коляныч, слушай, раз уж мы тут, давай быстренько прополим огород и сразу на озеро. Тут делов-то на полчасика. На полчасика, говоришь? Ну ладно, пошли. Как же я устал. Наконец-то мы закончили. Ну что, теперь можно и на озеро. Знаешь, что, братишка, сил совсем нету. Я лучше в ванной поплаваю. Ну, хорошо, тогда завтра с новыми силами будем садить картошку. Каждое лето такое. У меня для тебя отличная новость. Я слушаю. Ты будешь один дома две недели. Девчонок можешь приводить, но только сильно не шумите. Супер. А ты куда собрался? Ха-ха, я на море, братишка. Блин, я тоже хочу на море. Каждое лето такое. Ну и жара сегодня. Надеюсь, крем от солнца спасет. Все, отлично. Теперь можно идти гулять. Горячо-то как. Не понял. Что-то крем быстро впитался. Жарко как-то. Что-то мне нехорошо. Каждое лето такое. Алло, Вадик. Через 10 минут собираемся на поле. Будем играть в футбол. Алло, Женька. Через 10 минут жду тебя на поле. Будем играть в футбол. Ага, давай. Здорово, Леха. Футбол будешь? Ага. Через 10 минут на поле. Саня, привет. Сегодня будет матч века. Будешь с нами в футбол? Да, на поле. Через 10 минут. Позови еще кого-нибудь. Хорошо. Здорово, пацаны. Ну что, готовы делиться на команды? Так, кого бы взять? Ах да, совсем забыл. У меня ведь нет друзей. Каждое лето такое. Андрей, ты на мороженое сильно не налегай. Мне не забудь оставить. Ты ведь не хочешь болеть летом? Не переживай. Все будет отлично. Ворточка со засранец. Накаркал. Каждое лето такое. Ах ты маленький вампир. Волочай. Будешь знать, как связываться с очкастым красавчиком. Ну молись. Ну ты сам напросился. Каждое лето такое. Не люблю лето. Хочу зиму. Ненавижу зиму. Быстрее бы лето наступило. Каждое лето такое. Лето это, конечно, здорово. Ну вот обидно, что учебный год закончил с одними двойками. Но не беда. Все лето буду зубрить днями и ночами. И хорошенько подготовлюсь к учебе. Коля, ты рюкзак на завтра собрал? Нет. А зачем его собирать? Ты прикалываешься? Посмотри, какое завтра число. И все поймешь. Да ладно. Завтра уже 1 сентября. А я за лето даже ни одной книг не открыл. Зашибись. Называется, подготовился к школе. Это был июнь. У меня было отличное настроение. Я наслаждался летом и ни о чем не думал. Но вдруг позвонил очкарик и сказал, чтобы я срочно возвращался домой. Я поспешил к брату. Придя домой, меня удивило две вещи. Во-первых, очкарик приседал. А во-вторых, на нем была зимняя одежда. А оказывается, что он просто хочет быстро похудеть, так как скоро поедет на море. Я посмеялся с этой шутки, откуда у моего брата деньги. Но потом увидел конверт. И вспомнил, что я недавно принимал участие в одном из розыгрышей в интернете. И главным призом была поездка на море. Я открыл конверт. Через месяц победитель летит в Египет. Что ты там разглядываешь? Быстро верни мою путевку. Очкарик, вообще-то это я выиграл эту путевку. Я все объяснил брату. Очкарик разозлился и хотел мне что-то сказать. Жарко что-то. Путевка все равно будет моя. Положил путевку в конверт. Я очень хорошо знаю своего брата. Он не успокоится, пока не получит своего. Поэтому я не расставался с конвертом ни на секунду. Посмотрел фильм. Конверт был при мне. Потом решил сыграть крутую игру. Незаметно прошел час. Конверт пропал. Я прибежал к брату и прочитал лекцию о том, что чужое брать нехорошо. Очкарик включил дурачка и сделал вид, что не понимает о чем я. Я не поверил ему. Забрал пульта телевизора и запретил приближаться к моему компьютеру. Я вернулся в комнату и увидел конверт на полу. Вот же я дурак. Игра была настолько увлекательна, что я не заметил, как скинул конверт на пол. Я был виноват перед братом. А свои ошибки нужно признавать. Я решил отдать ему путевку. Очкарик был в шоке. Я извинился перед братом. И после этого он порвал конверт. Теперь я был в шоке. Ты что наделал? Я просто не хочу, чтобы мы ссорились из-за какой-то путевки. Лучше мы сами накопим и съездим отдохнуть. Кстати, у меня тут уже есть... А, ну, точнее ты накопишь. А я съезжу отдохнуть. Хе-хе-хе. Мы съездим отдохнуть. Очкарик целый день не было дома. Я позвонил брату и поинтересовался, где он шлялится. Йо-хе, я лечу отдыхать в Египет. Так что счастлива оставаться. Неудачник, жди от меня магнитик. Как? Извини меня, очень глупо получилось. Я просто не заметил, как скинул конверт на пол. Прости. Да ладно. Вот же хитрюга. Это было 29 июня. Я хорошенько позавтракал, запустил контру и хотел зависнуть на пару часиков. Но вдруг понял, что лето мое проходит впустую. Я потихоньку превращаюсь в своего очкастого брата. Целыми днями только и делаю, что играю в игры и жру. Поэтому я решил, что с этого дня буду проводить лето с пользой. Начал искать гантели, но вместо гантели нашел чипсы. Я облизался. Они были очень аппетитными, но моя сила воли дала мне подзатыльник. Я хотел выкинуть чипсы, но очкарик меня остановил. Если ты их выкинешь, то почувствуешь всю мою злость на семе. В итоге очкастый кушал чипсы, я кушал морковку. Очкастый улыбался, а я просто кушал морковку. Лето с пользой не приносило мне удовольствия. Я позвонил другу. О, здорово, братишка. Слушай, подскажи, что мне делать? Я все время думаю о вредной еде. Ммм, даже не знаю, что себе посоветовать. Ммм, ну, зови чем-то полезным, отвлеки статик мытей. Спасибо. Идея и правда была хорошая. Я решил заняться спортом. Сделал один подход, второй подход. Я устал, пожалуй, хватит. Я был доволен результатом. Заглянул в комнату. Очкастый играл в компьютер и ел чипсы. Я хотел тоже сыграть в компьютер и скушать чипсы. Но ты ведь хотел это лето провести спорь же. Я не хотел слушать брата, но моя сила воли дала мне подзатыльник. Я оделся по спорту, добежал до лифта. Чего-то не хватало. Вернулся домой, взял наушники и включил крутой трек. Вот это совсем другое дело. Очкастый смотрел на меня с загадочным лицом. Я уже хотел уйти, но упал. А я думал, упадешь или не упадешь. Шнурки надо завязывать, балбес. Мне болела нога. Я хотел остаться дома, но моя сила воли дала мне подзатыльник. Я пришел на стадион. Пробежал. Я был очень рад. Но очкастый прислал фотку, как пьет колу. Я расстроился. Вернулся домой. Зашел в комнату. Игра была запущена. На столе стоял стакан с колой. В тарелке были чипсы. Я облизался. А моя сила воли не дала мне подзатыльник. Я присел. Зачем проводить лето с пользой, если можно кушать гадость и задротить выигры? Начал играть. И хотел скушать чипсы, но в комнату прибежал мой брат. Как же сильно болит живот. Надо скорую вызвать. Ах, черт. Совсем мыслев от этого компьютера не вижу. Я перепугался за брата. Быстро позвонил в скорую. Вылил колу в унитаз. Чипсы выкинул в мусорку. И сделал вывод. Всем же лучше питаться здоровой едой, заниматься спортом, чем скушать эту гадость и провести летом в больнице. Это был очень-очень долгий день. Скоро должно случиться событие, которое я ждал целый год. Но время так медленно тянулось, что уже не мог вытерпеть. Андрей, ну что, скоро уже? Еще нет. Ладно, еще подожду. А теперь? Нет. Как же долго? А теперь уже все? Коли, каникулы начинаются завтра. Иди лучше спи. Андрей прав. Чем быстрее я усну, тем быстрее наступят каникулы. Завтра схожу в школу на последний звонок, вернусь и начну отрываться. Я лег спать и отрубился. Наутро меня разбудил будильник. И с отличным настроением я поспешил в школу. Коль, подожди. Ты что, так собрался в школу? Ну да. А что такое? Боюсь, что таким видом ты распугаешь всех своих одноклассников. Ой. Я бы сродился и побежал в школу. Через пару часов я радостный возвращался домой. Наконец-то наступают каникулы. Я даже немного переволновался и замер возле двери. Ну, понеслась. Ура! Каникулы! Я обрадовался. Круто, что у меня каникулы. Могу играть целыми днями и ни о чем не думать. Ну все, я поиграл. Коляныч, ты поиграть хотел? Коля! Коля! Ну не говори потом, что я тебе не предлагал. Спустя какое-то время я проснулся. Брата не было. Теперь я мог спокойно поиграть. Но во время игры я осознал, что у меня каникулы, а я занимаюсь тем же, чем и всегда. Сплю и играю. Мне хотелось заняться чем-нибудь интересным, но в голову ничего не приходило. Позже вернулся Андрей. Коля? Что с тобой? Мне скучно. Может, давай возьмем палатки и рванем в поход? Нет уж, спасибо. Один раз уже сходили. Я помню, как ты нашу палатку спалил. Так что мне хватило похода. Блин, а что же мне делать тогда? Ну не знаю. Возьми яйцо и высаживай цыпленка. Очень смешно. Ничего тупее не придумал. Хотя? Решил все-таки попробовать, чтобы поднять себе настроение. Но веселее мне не стало. Уходишь куда-то? Да, дома совершенно нечего делать. В школе хотя бы друзья были. Пойду прогуляюсь, может, встречу кого-нибудь. Э, Коля? Что такое? Да не, ничего. Хорошие тебе прогулки. Ага. Коля, Коля. Ну а я хочу пожелать вам отличных каникул, друзья. Проведите их с пользой. Будьте всегда на позитиве. И смотрите наши видосики. Лето подходило к концу. А это значит, что скоро начнется осень. От этих мыслей мне становилось грустно. А ведь я так и не съездил на море. Постоянно просил брата, но он вечно был занят. К моему счастью, сегодня я посмотрел шоу про путешествие. И вот тогда мне в голову пришла блестящая идея. Алло, Вадик. Здорово. Слушай, собирайся. Мы едем на море. Автостопом. Что? Сам ты идиот. Я серьезно. Короче, бери все свои вещи и выдвигаемся. Куда идем мы с пидточком? Большой-большой секрет. И не расскажем. Мы ждем. Вскоре я встретился с другом. Вадик явно был подготовлен лучше меня. Коля, а где твои вещи? Знаешь, я предпочитаю путешествовать налегке. Пойдем к трассе и сейчас поймаем машину. И мы отправились на море. У нас было отличное настроение. Кажется, я уже чувствовал морской приз. Через пару минут мы были на месте. Начали голосовать. Простояли час. Два часа. Три часа. Уже облизился вечер. Тогда мы приняли решение переночевать в лесу. А утром с новыми силами ловить машину. Мы искали подходящую полянку. Как внезапно послышался рык. Это медведь. Что делаем? Давай на дерево. Вадик оставил все свои вещи. И мы быстренько залезли на ближайшее дерево. Нам было очень страшно. Я закрыл глаза. Изо всех сил держался за ветку. Коля, что-то льется. Это у меня бутылка воды открылась. Не обращай внимания. А, понятно. Интересно, а как он бутылку в карман засунул? Через какое-то время рык прекратился. Походу медведь ушел. Мы спустились и решили перебраться в другое место. Вскоре нашли подходящий ночлег. Осталось только его обустроить. Коля, а когда мы на море будем? Скоро, Вадик, скоро. Но для начала нам бы выжить. Что ты там говоришь? Говорю, кушать хочется. Давай распаковывать там свои сумки. Сейчас что-нибудь приготовим. Вадик достал книгу, лампу, утюг, даже повара. А еды все не было. Я отчаялся и понял, что сегодня мы не покушаем. Нужно лечь пораньше спать, чтобы утолить голод. Вадик пошел обустраивать спальное место. А я немного приуныл. На море мы не попали, кушать нечего, на улице холодно. К тому же где-то неподалеку шастает медведь. Лучше бы остался дома. Оля, а ты чего не ложишься? Господи, Вадик, ты что, с ума сошел? Что это на тебе? Это огуречная маска. Сохраняет молодость на моей коже. Очень советую. То есть, у тебя были огурцы, и ты потратил их на маску. А зубы как ты почистил? Я взял с собой пасту. А водичку использовал из этой бутылки. Что? Это ведь была наша последняя вода. Ну не мог же я идти спать, не почистив зубы. Мы стали очень сильно ругаться. В момент, когда уже чуть не начали драться, снова послышался медвежий рык. Мы сразу же забыли про нашу ссору. Знаешь, дружище, как-то перехотелось на море ехать. Согласен. А теперь надо болеть отсюда. Да побыстрее. Да-да-да. И, Вадик, на случай, если мы умрем, я хочу признаться. Там, на дереве, это была не бутылка с водой. Вадик? Вадик, подожди меня! Был нереально жаркий денек. Настолько жаркий, что я уже еле выдерживал. Счастье, Андрей спас меня от этой невыносимой жары. Недавно он купил вентилятор. И последние несколько дней мы были с ним не разлее вода. Вентилятор работал без отдыха. И днем, и даже ночью. Скажу по-чесноку, я его считал своим лучшим другом. Ведь если бы не он, я бы уже точно зажарился. О, вентилятор. А пойдем покушаем. Или ты, как всегда, будешь на одном месте стоять. Ай, ладно. Заходишь, подходи. Братан, у тебя от жары кукушка поехала. Ой, Андрей, хватит уже ворчать. Сколько можно? Ворчишь, как дед старый, не могу. Просто будь с вентилятором поаккуратнее. Это тебе не игрушка. Это просто вентилятор, с ним ничего не случится. Хорошо, но если сломаешь, но вы сам купишь. Не ссыпь капот, не делай пед, не сломай. Вот скажи, я хоть раз что-нибудь сломал. Очкости тебе напомнить. Андрюх, не начинай. Ты тоже часто косячишь. Я ведь тебе ничего не припоминаю. Я часто косячу. Ой, все, завязывай. И вообще, можешь освободить эту комнату. Я ее охладил специально для себя. Как говорится, меньше народа, больше кислорода. Крутяк. Называется, купил для тебя вентилятор. А в итоге скоро родной брат на нем женится. Видимо, точно кукухой тронулся. Вскоре Андрей поехал по делам. И мы с моим верным другом остались одни. Сначала поиграли в прятки. Потом посмотрели фильм. А после болтали по душам. Но вот беда. Вскоре вентилятор перестал работать. И я начал паниковать. Ой, ой, ой. Что теперь делать? Андрей. Еще как назло, Андрей уехал. Как всегда, весь в своих делах. Вечно его дома нет. Да и не только, Андрей. Но и денег на новый вентилятор тоже нет. Но ничего. Скажу брату, что ему продали бракованный вентилятор. И поэтому он долго не прожил. С вентилятором вопрос решен. Теперь осталось только придумать, как спастись от жары. Я побежал на кухню и решил заесть свой стресс. Когда полез в шкафчик, за вкусняшками лежал блендер. Сначала не обратил на него внимания. Но когда его увидел, то также не придал никакого значения. Чуть позже, пережевывая сушки, я вспомнил, как раньше Андрей делал молочные коктейли. Они получались настолько вкусные, что у меня прям слюнки капали на пол. Коля, ты будешь коктейлем? Ты у меня еще спрашиваешь? Конечно буду. Что за глупые вопросы? И правда, что за глупые вопросы я задаю? Ох, сейчас охладимся! Андрюх, ты самый лучший брат! Ну, после меня, конечно же. Хм. Раз у Андрюхи коктейли получаются, то чем я хуже? Мне даже кажется, что у меня вкуснее выйдет. Взял мороженое из холодильника, а вот молока, как назло, не оказалось. И что теперь делать? В магазин идти не вариант. Кто стунется на улицу такой жарой? Поэтому мне ничего не оставалось, как заменить молоко сметаной. Она ведь тоже относится к молочным продуктам. Думаю, сильной разницы я не почувствую. Также мне понадобятся овощи и баночка консервов. Ведь мой коктейль должен быть очень калорийным. Огурчики и помидорики оказались немного подпорчены. Но я не придал этому особого значения. А вот открыв консервы, я чуть не задохнулся. Поэтому быстренько закинулся в блендер, чтобы не чувствовать этот запашок. Теперь осталось все эти ингредиенты смешать. Когда я наливал готовый коктейль в стакан, моей радости не было предела. Ммм, какая вкуснятина! Был бы я чуть постарше, пошел бы работать бэтменом. Ой, или как там правильно говорится? Бараном? Ой, барменом! Такие бы коктейли мутил, что ж страшно представить. Да и девчонки ко мне бы клеились. Ведь такой парень на вес золота. Ладно, что ты немного замечтался. Быстрее бы Андрюха приехала. Сразу расскажу ему, какой чудо-напиток сотворил. После нескольких глотков, моя улыбка стала еще шире. Я прям чувствовал, как мое сердце начинает биться чаще. Уже решил, что это сон. Но после того, как выщипнулся о залог, кальц понял, что не сплю. К сожалению, я не учел один важный факт. Овощи и консервы нельзя было смешивать со сметаной и мороженым. Об этом я узнал, когда мой живот начал сдавать звуки диких животных. Через пару минут приехал Андрей. Я сразу же позвал его на помощь. Брат со скоростью света, прибежал на мои крики. Что случилось, Коляныч? Братан, мне ужасно плохо. Принеси еще туалетные бумаги. Ну, ты меня и напугал. Я уже подумал с тобой, что-то стряслось. Подожди. Так там ведь было бумаги на неделю. Блин, блинский. Не тупи, Андрей. Если я прошу принести туалетную бумагу, значит, она закончилась. Ладно, секунду. Давай, давай, поскорее. Ой, фу, очкасый, ты что-то поселил, у меня прям глаза щиплет. Поверь, Андрюха. Сейчас уже не сильно щиплет. Вот приехал бы ты пораньше, тебе бы не только глаза щипало. Это все из-за молочного коктейля. Фу, что за коктейль такой? Можешь попробовать. Там немного осталось. Ох, запашок смертоносный. Что ты сюда добавил? Мороженое, сметанки, помидорики, огурчики и консервы. Коля, как я понимаю, у тебя мозги на жаре вообще перестают работать. Как можно было смешать все это? Даже дети знают, огурец плюс молоко в туалет недалеко. Ну ладно огурец, этим консервам уже было много лет. Очень много лет. Их дед на даче нашел, принес нам, а я забыл выкинуть. Так вот, почему они так странно пахли. Ой, Коля, Коля. Ну ничего, посидишь пару деньков в том дике, и на будущее тебе это будет уроком. Вот где ты раньше был умник? Ты мне лучше скажи, где мозги твои были. Ты еще хочешь сказать, что я самый виноват? А, ну конечно, я всегда виноват, мне не привыкать. Коль, еще скажи, что я виноват. Ты уже взрослый, а не маленький ребенок, чтобы я за тобой попу потирал. И вообще, зачем ты себе сам делал коктейли? Ты ведь умеешь только воду из-под крана наливать. И то не всегда получается. Ну просто мне было очень жарко, вентилятор сломался. Что ты сказал, а то я не расслышал из-за твоего передержа. Да, я сказал, что скучно стало. Вот решил немного поэкспериментировать. Ну я тебе так скажу, эксперимент удался. Эксперимент ты проводил над своей пятой точкой? Завязывай с этими шутками. И не стой над душой, ты мне мешаешь сосредоточиться. Ой, кошечки-лепешечки. Чтобы я еще раз сам сделал молочный коктейль. Нет уж, мне моя задница дороже. Андрюха, принеси, пожалуйста, подушку. Я тут пока что перекантуюсь. А то как-то не горю желанием обосраться во сне, как это было две недели назад. Фу, каста, хватит на сегодня этих гадостей. Ты давай лучше там освежителем пользуйся, а то уже вся квартира провоняла тобой и коктейль твой. Тут такое дело. Освежитель закончился. Это последняя капля в чаше терпения. Твои мамочки, а он ведь еще про вентилятор не знает. Так, это было какое-то число какого-то месяца. Если честно, то летом все дни одинаковые и проносятся не со скоростью света. Не успеешь оглянуться, как уже снова пора идти в школу. Интересно, я один хочу, чтобы учеба длилась три месяца, а оставшиеся месяца это были каникулы. Поставь лайк, если ты так же хотел бы. Эх, короче, так дело не пойдет. Надо поскорее найти себе какое-нибудь развлечение. А то в квартире уже надоело тухнуть. Может съездить в гости к бабуле и дедуле, а то давно их не видел. Только хотел отправиться к ним, как меня остановил Андрей. Колян, а ты это куда собираешься? Да вот, хочу бабуле и дедуле проведать. Интересно, как они там поживают? Ой, Коля, давай ты не будешь мне пудрить мозги. Что-то я не понимаю тебя. Что ты не понимаешь? Сегодня твоя очередь убирать квартиру. Вот ты и решил свалить по-тихому. Расколу, братанчик. Андрей, я не понимаю. Для тебя что важнее, какая-то квартира или любименькие бабули и дедули? Ты с ума сошел? Еще и задумываешься? Да нет же, я просто не ожидал услышать такой вопрос. Я все расскажу бабушке и дедушке. Не надо ничего рассказывать. Все, Коль, иди. Удачи тебе. Хм, так бы сразу. Спустя некоторое время я уже был на даче. Как же тут все-таки офигенно. Ягод полно, кушай сколько хочешь и попердывай на здоровье. Все равно на улице никто не почует мой запашок. Я обалдел на качельке и, так скажем, наслаждался беззаботной жизнью. Мне было нереально хорошо. До того момента, пока ко мне не подошел дедуля. Я сразу заметил, что настрой у него не актив. Толян, все не надоело, перди? Я Коля. К, К, Коля. Я не пердел. А, да, ты не пердел. Ты, скорее всего, обосрался, потому что уже воняет даже дома. Ох, тедуля, ты как всегда. Да, я как всегда. Самый лучший, самый красивый и самый замечательный. Забыл кое-что. Еще самый скромный. Не умнейший мне тут. Уже скажи, что это ты тут развалился, а? Да надоело в квартире сидеть. Вот, решил немного у вас потусить. Ох, значит, помогать ты не намерен. Почему же? Намерен. Помогу обязательно. Только пока не знаю, когда. Зато я знаю, Толян. Ты поможешь мне сейчас. Ну, я хотел на даче отдохнуть. На даче никто не отдыхает. Тут нужно пахать. Так что, за мной. Блин, блин, блинский. Думал, хоть на даче смогу кайфануть. Но не тут-то было. Ты там уснул? Да иду я, иду. Вот твоя работа на ближайшие пару часов. Часов? Ну да. Пожалуй, надо аккуратненько сложить дрова. А потом? И потом еще будет. Ну, конечно. Ты захочешь помочь своему любимому дедуле? Ага. Очень хочу. Прям мечтаю. Вот и славненько. Тогда через пару часов вернусь и проверю. А пока пойду подумаю, какую-то еще работу можно подкинуть. Если честно, не о таком отдыхе я мечтал. Лучше бы послушал Андрея. Убрал бы квартиру по-быстрому, а потом спокойно бы в приставку зарубился. А не вот это все. Тем более, это еще не конец. Стопудовый дед хочет меня до завтра припакать. Ладно, хватит ныть. Пора приступать. Я начал перебирать дрова. И случайно наткнулся на какой-то сверток бумаги. Сразу же раскрутил его. И обалдел от увиденного. Да ну! Не может быть! Ого! Неужели это настоящая карта сокровищ? Не зря мне дедуля подкинул эту работу. Благодаря карте я отыщу сокровища. И мой брат обзавидуется. Так, что тут у нас на карте? Вот дача деда. Значит, я нахожусь тут. Следующий пункт это церковь. О, она как раз возле леса. Супер! Погнали! Моё летнее приключение начинается! Эээ, не понял. А куда это мы направляемся? Дедуль, у меня тут очень важная миссия. Ничего знать не хочу. Ты в сарай прибрался? Ну, почти. Не до конца. Тогда марш обратно. Ну, деда. Никаких, ну, деда. Срочно нужно что-то придумать. О, дедуля. Смотри, кошка на пианино играет. Где? Ну, вот же. Да ладно. Не может быть. О, ёшки-кошки. А я думал, мой внук трэнтит. А это точно квас? Бабка! Ты шо мне купила? Ох, какой я хитрец. Быстро смог свалить от деда. Всё, теперь всем другим мыслям, говорю, Брейс, нужно сосредоточиться только на сокровищах. Я обязательно их найду, ведь до первого пункта уже добежал. Вот она церковь, а вот и лес. Шикарно. Я иду в правильном направлении. Спустя 20 минут я нашёл в лесу тот самый пенёк, который был отмечен на карте. Решил присесть и чутко отдохнуть. Отдых продлился недолго, на мою задницу напали муравьи. Надо валить отсюда. Я отправился дальше. Ориентировался по стрелочкам и благодаря карте нашёл следующий объект. Это озеро. Мне захотелось насладиться прекрасным видом, но меня стали кусать комары. Наверное, таким способом они дают знак. Ау! Ну, спасибо вам, комарики. Я понял. Нельзя останавливаться. Сокровище уже близко. Я отправился дальше. Через некоторое время подошёл к дому, вызвал лифт, поднялся на нужный этаж и хотел уже позвонить в дверь. Но тут же опомнился. Стой! Так это же моя квартира! Ну как моя? Андрей! Ну я там живу! Хм... Аааа, всё понятно! Сокровище спрятанное там! О, братан! Ты что-то долго! Вот сейчас мне ничего непонятно. Где сокровище? Где, где? Так вот, же стоит и ждёт тебя. Нет, это не сокровище. Сокровище это бриллианты, изумрудные камни, золото. Ну никак не ведро со шваброй! Что тут происходит? Ты точно хочешь узнать? Да! Лысая пушка, да! Рассказывай быстро, а то я уже начинаю злиться! Спокойно, не нервничай! Короче, я уже заранее знал, что ты не захочешь убираться в квартире. Поговорил с дедом, и мы решили немножечко тебя взбодрить. Нарисовали карту, и отправили тебя в интереснейшее путешествие. Получается, никаких сокровищ нет? Нет. Вы меня надурили. Можно и так сказать. Вы... Вы... Да я тебя сейчас! Успокойся, братан. Ладно, давай сюда свою швабру! Пока ещё чего не удумал! Не злись ты, Коляный, зато будет что друзьям рассказать. Обязательно расскажу! Как брат с дедом на доме прикольнулись! Ха-ха! Ха-ха! Почему я сразу не послушал Андрея? Не навёл порядок в квартире! Ага, карта сокровищ! Дурак наивный! Это был самый разгар лета. Я слушал музыку и думал о планах на сегодня. Чем бы мне таким прикольным заняться? Может, на озеро съездить? Как вариант! Я всегда пытаюсь разнообразить свои летние деньки. А вот у моего брата Коли каждый день проходит как по расписанию. Поел, поиграл, поспал, потом снова по новой. Какие-то скучные каникулы у него. Надо это исправлять. Коляныч, что делаешь? Да вот, Андрюк, прохожу очень важную миссию. Может, погнали на тачке попытаемся? Заодно на озеро съездим, поплаваем. Не, у меня уже весь день расписан. В принципе, другого ответа я и не ожидал. Странно этот Коля. То вечно обижается и плачет, что я его с собой никуда не беру. А когда все-таки решил позвать, то сразу дает заднюю. Нет, так дело не пойдет. Надо придумать что-нибудь поинтереснее. Тогда очкасты 100% забудут про свои игры и точно захочут провести время со мной. Но зайдя в комнату, брата я уже не застал. Куда он пропал? Коляныч, у тебя же там важная миссия. Ай, проиграл я там. Теперь у меня тут важная миссия. Может, да ну все эти игры? Давай стартанем в парк на аттракционах, покатаемся. Что скажешь? Не, братанчик, запомни. Настоящий геймер никогда не останавливается на полпути. А что, если я тебе скажу, что куплю попкорн, колу и сладкую вату? Ты что, думаешь, что я за еду продаюсь? Ну, попытаться стоило. Слушай, а что скажешь насчет кинотеатра? Давненько мы с тобой фильмы не смотрели. Да не хочу я никуда. Только... Только что? Только хочу лишь спокойно пройти миссию, а ты тут не мешаешь. Значит, никуда не пойдешь? Нет, не отвлекай меня. Ну и тухнет тут один дома. Удачи. Ага, и тебе того же. Может, все-таки подумаешь? Да иди ты уже. Ох ты мой, какой же у меня надоедливый брат. Вот никак не дает мне спокойно пожить. Вечно ему что-то от меня надо. Ой, я уже обрадовался, думал, что он ушел. Видимо, Андрей не даст мне сегодня поиграть. Ты что, ключи забыл? Как же он меня бесит. Открыв дверь, я никого не увидел. Лишь заметил на полу записку. Поднял ее и прочитал. Прочитав записку, будь готов уделить мне парочку минут. Чего? И тут откуда ни возьмись появился усатый мужик. Я испугался. Но он меня успокоил и представился продавцом-консультантом. Я еще ничего не успел понять. Как мы уже с ним оказались на кухне? Здравствуйте, здравствуйте и еще раз здравствуйте. Я тот человек, который поможет вам жить без проблем и хлопот. Вот. Вы за меня будете ходить в школу, убираться в квартире, покупать... Стоп, стоп, стоп. Нет, я другого. Ах, понятно все с вами. Мне ваше предложение не интересно, так что выход там. Постойте, не спешите с такими выводами. Вы любите покушать? Конечно, люблю. А кто не любит? Я всегда кушаю. Даже тогда, когда я сижу в тубзике. Фу. Ну, раз вы так очень сильно любите еду, значит вам срочно необходимо супернано изобретение автоматическое овощерезко. И нахрена она мне сдалась? Сейчас я вам расскажу и покажу. Только для начала можно чаечек, а то в горле все пересохнуло. Да без проблем. Я быстренько сделал чай-консультанту. И заодно себе гость попросил чаю вкусняшки. Я очень гостеприимный человек, поэтому отказать просьбе не смог. Правда, ничего в холодильнике не нашел. Но ничего, чаек можно и так попить. Мы разговаривали с консультантом. Я не заметил, как выпил без чай. Он был настолько вкусный, что в глазах помутнело. И я отключился. Очнулся спустя какое-то время. От продавца и след простыл. Но свою овощерезку он все-таки мне оставил. Даже деньги не взял. Крутяк, я еще и в плюсе остался. Тут я вспомнил про свою важную миссию в игре. Думал продолжать играть в приставку. Но от увиденного чуть в обмарок не упал. Моя любимая и дорогая приставка исчезла. А вместе с ней и все игры. Только не это, пожалуйста, скажите, что я сплю. Получается, это был не продавец, а самый настоящий вор. Меня обокрали. Ну все, не трындец. Меня прибьет. О, братанчик, ты уже вернулся? Да, я уже вернулся. У тебя все хорошо? Не совсем. Знаешь, я тут поразрушал и понял. Все-таки зря с тобой в парк не пошел. Я тебе предлагал, ты сам виноват. А давай сейчас звоним в парк. Блин, если честно, то я уже устал. Ну мне бы так хотелось. Пожалуйста, прошу, умоляю. Ладно, ладно, ты тогда собирайся, я тебя в машине буду ждать. Ура! Фух, на пару часиков пронесло. А потом, потом что-нибудь да придумаю. Например, скажу, что пока мы были в парке, нашу квартиру ограбили. Вот это я молодец. Выкратился из ситуации. Вот это я молодец. Провернул нереальную схему. На что только не пойдешь ради любимого брата. Стой, стой, стой. Не спеши уходить. На нашем канале ты найдешь очень много позитивных видео. Поэтому посмотри их все. Желаю тебе удачи. Никогда не скучай. И всегда улыбайся. Субтитры создавал DimaTorzok